Команда Конгресса ведет активную работу в направлении образования, здравоохранения, спорта, молодежи, развития родного языка, абсуара, материального и нематериального культурного наследия нашего народа. За второй квартал было реализовано более 20 проектов в 30 населенных пунктах республики с общим охватом свыше 5000 человек. Например, сейчас у нас идет процесс формирования делегаций из республики Абхазии на ежегодные игры народа абаза в Карачаево-Черкесской республике, который, как всегда, пройдет 23 июля. Также наш руководитель отдела развития молодежи и физической культуры Валера Берзения сейчас находится в Турции по проекту Айм Цакячера, который мы проводим совместно с комитетом по репатриации. Кстати, в этом году у нас с комитетом по репатриации 6 проектов, которые мы завершим до конца этого года. Также у нас один проект с комитетом по молодежи и спорту, который сейчас находится на паузе в связи с тем, что школы находятся на каникулах и в сентябре обязательно возобновим. В рамках совместного проекта Ирдспемвак с преподавателем кафедры абхазского языка Агу Инной Джугелия провели 6 лекций. Для учащихся сельских школ были организованы встречи с учеными, где они смогли глубже познакомиться с культурой и историей своей страны. Что такое социальный проект, как правильно сформулировать его цель и эффективно реализовать. Эти и другие темы обсуждаются на двухдневном тренинге для учеников. Подобные тренинги уже провели в Творчальской, Адзюбшской и Мгудзурхской школах. По итогам обучения школьники презентуют свои мини-гранты. После их защиты комиссия, состоящая из сотрудников ВАГ и Госкомитета по делам молодежи и спорту, а это совместный проект, определяет победителя, который получит финансирование. На сегодня три мини-гранта уже профинансированы по 100 тысяч рублей. За отчетный период ВАГ совместно с Минздравом провел диспансеризацию в нескольких школах республики. Проект возобновит свою работу после начала учебного года. Отдел Конгресса по образованию, социальной активности и здравоохранению совместно с преподавателем Агума и Цебулевской продолжает реализацию проекта по экологическим тренингам, в рамках которого в школах Абхазии с учениками обсуждают возможности решения экологических проблем городской и сельской среды. В мае месяце по инициативе ВАГ была организована встреча с молодежью, которую приурочили к 79-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзенба. Сейчас люди, особенно молодежь, очень сильно тянутся к самой личности Владислава Григорьевича. Среди молодых людей есть большой спрос на информацию о том, как он вел себя в разных ситуациях, когда сталкивался с трудностями, как он проявлял себя в ходе переговорного процесса. В этом деле нас поддержали люди, которые очень близко работали с Владиславом Григорьевичем. Это Вячеслав Чирикба, Руслан Хашик, Сократ Жинджоли и Астамур Тания. Они в формате относительно, разумеется, непринужденной беседы сидели на сцене и вспоминали интересные истории из биографии Владислава Григорьевича. В зале собралось около 80 человек, может быть, даже немного больше. Всю встречу мы записали на видео и чуть позже покажем в эфире телевидения. В Международный день защиты детей Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс организовал праздничное представление для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие прошло в Республиканском реабилитационном центре. На представление были приглашены аниматоры в образе любимых героев мультфильмов. Завершая праздник, сотрудники Конгресса вручили подарочные наборы всем детишкам. Отдел по работе с местными отделениями реализует проект по начальной военной подготовке. Ученики старших классов Пакуачской, Атарской и Центрепшской школ посетили Абхазский стрелковый клуб, где прошли теоретический инструктаж по обращению с оружием. Затем ребятам провели экскурсию, которая завершилась поездкой на настоящем боевом танке. Получил продолжение проекта Аймадара. За отчетный период для учеников Адзюбшской, Ачандарской и Мгудзурховской школ были организованы познавательные экскурсии по историческим местам нашей страны. Отдел по работе с местными отделениями продолжает адресную помощь. К примеру, в селе Хабста по инициативе местных жителей было восстановлено техническое помещение, раздевалки, которая прилегала к футбольному стадиону. ВАК оказал помощь в виде установки окон и дверей самого помещения. И впоследствии подключилась администрация села и помогла уже с кровлей. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс в рамках соглашения с Государственным комитетом по репатриации реализует ряд проектов. Это абхазская национальная кухня, это видеоуроки по танцам, видеоуроки по танцам, также абхазская песня и также снимаем документальный фильм о традиционном приводе невест. В этом квартале информационный отдел продолжил публиковать материалы на шести разных языках. В основном они были посвящены проектной деятельности конгресса. За этот период отдел выпустил два новых проекта – «Сарель Сыхцуб» и «Живое ремесло». Цикл передач, посвященных абхазским мастерам-ремесленникам и традиционным ремеслам. Уже отсняты два фильма. На стадии завершения третий. Он посвящен традиционному абхазскому ремеслу – пчеловодству. Эсма Джикерба, Лилиан Марщан, Абхазское телевидение.